здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я снял видео было у меня об ильич это инвестиционное агентство ильич и там было интервью с основателем соответствующего инвестиционного агентства и ну были ряд вопросов которые говорят о том что люди не до конца понимают о чем речь идет и поэтому в пятницу я решил встретиться снова с ильичом и снять еще интервью чтобы ну пояснить как-то при добавить ясности в это дело но к сожалению нашим планам помешал президент филиппин дело в том что мы встречались назначили встречу в отеле four seasons и ну так совпало что президент филиппин остановился там же значит была куча фсбшников фсошников почему-то вид камер их возбудил им надо показать свою работу в общем короче говоря они проявили бурную деятельность в общем и долго и упорно требовали нас убрать камеры в общем не дали нам снять интервью поэтому я расскажу об этом простыми словами итак смотрите мой канал о том что надо создать источники пассивного дохода и для того чтобы жить тогда когда мы не сможем или не захотим больше работать но для того чтобы создать эти источники пассивного дохода надо что сделать надо заработать побольше денег вложить их в различные инвестиции и жить на проценты и значит я рассказываю о том как можно это делать и самое большое внимание самый большой интерес у меня вызывает естественно фондовый рынок вы видите что я рассказываю больше всего про акции про облигации что это такое который можно купить на бирже что такое акция акция это тоже инвестиция это инвестиции в бизнес акция это доля в бизнесе определенной компании что такое облигации облигация это долг то есть я даю в долг какой-то определенной компании, которая, значит, мне нравится, в которую я верю. Вот, и соответственно, чем больше прибыли получит эта компания, бизнес, тем больше она поделится со мной, потому что, когда компания получает прибыль, у нее увеличиваются активы, эти все активы распределяются на строго определенное число акций, число акций не увеличивается, поэтому стоимость одной акции растет, это первый вариант. Второй вариант, если компания не хочет со мной делиться прибылью, то она говорит, хорошо, давай ты будешь получать фиксированный купонный доход и тогда облигации, вот такое дело. Но крупные компании, там, значит, есть максимум информации и есть максимальное число инвесторов, которые туда инвестируют, поэтому получить доход от акций крупных компаний достаточно тяжело. Я показывал, что да, это здорово и что акции крупных компаний растут, там, бывает на 40%, бывает на 80%, я это показывал, надо просто покупать акции тех компаний, которые вырастут, вот, и все. И как мы покупаем акции компании? Мы узнаем информацию об этой компании. А теперь посмотрите, как можно получить больше прибыль. Смотрите, когда я говорю про Газпром, есть максимум информации про Газпром, про его проекты. Когда я говорю про Новотек, вы можете найти всю информацию по Новотек. А давайте-ка посмотрим на акции мелких компаний. Их очень-очень много. А что там? А вот там бывают чудеса на самом деле. Посмотрите на акции Калужской с бытовой компании, например. Сейчас я вам покажу. Вот посмотрите на этот график. То есть ничего-ничего не происходит. Акции Калужской с бытовой компании стоят, смотрите, 10 рублей, там, 70 копеек. И вдруг, ни с того, ни с сего, когда, сейчас скажу, когда, 25-го, 0-6-го, 25-го июня эти акции вдруг вырастают до 14 рублей 69 копеек. В два раза за один день. Это значит, что если бы мы вложили накануне свои денежки, да, и на следующий день они вырастают еще больше. Максимум был 17 рублей 78 копеек. Вы это видите. Посмотрите. Если бы мы вложили в акции Калужской с бытовой компании накануне, то есть буквально 24-го июня, скажем, миллион рублей, то через два дня у нас было бы 2 миллиона рублей. Интересно? Конечно, интересно. Вот. И эта ситуация не единственная. Дело в том, что я живу в Калуге. Вот. Поэтому, значит, Калужская с бытовой компанией. Посмотрите, что творится с телеграфом. А то же самое. Еще 0.1.10.2017 года акция компании стоила 5 рублей 56 копеек. 0.8.10.11 рублей 40 копеек максимум. И дальше, значит, еще немного спустя, 29-е, 10-е, 2017-го уже максимум 16 рублей 94 копейки. Дальше идет, идет, идет время. 2019 год. 2019 год. Смотрите. Сейчас поменяю масштаб графика. 2019 год. 25-е апреля. Максимальное значение акции 11 рублей 84 копейки. 26-е на следующий день. Максимальное значение 16 рублей 50 копеек. Понимаете? Рост на 60% за один день. Что случилось? Как? То есть, как вот это вот узнать? Ну, с телеграфом я могу сказать точно. Что телеграф, центральный телеграф, это компания, которая занималась телеграфом. Вот. И что такое было телеграф в старые добрые времена? Это огромные помещения, в которых стояли там эти самые АТС релейного типа. И они страшно грелись. Они требовали огромные помещения. И эти помещения были государственными зданиями. Потом, которое акционировалось, стало центральным телеграфом. Все. Сейчас все цифровое. И сейчас вот все оборудование, которое было в этих зданиях, функции этого оборудования принимают, ну, значит, какой-то ящик там серверный. И все. Одна комнатушка маленькая. Не нужны эти здания. И у телеграфа были здания. Они непрофильный актив. И акционерное общество «Телеграф», центральный телеграф, говорит, ну, хорошо, мы решили продать здание. Здесь, на секундочку, в самом центре Москвы, Красная площадь, и вот она видна, то есть там на пересечении Тверской и Охотного ряда, если кто знает, там третье здание от Охотного ряда. Центральный телеграф, они говорят, мы решили продать это здание и распределить все деньги, видя дивидендов между акционерами. Понимаете? И все. Значит, так дивидендов не было, а потом бамс, они вот такие. Конечно, акции взлетели. Что здесь общее? А общее следующее. Информация. Информация. Вот что главное. И если мы хотим заработать побольше денег, то мы должны иметь информацию о компаниях. И чем меньше эта компания, чем мельче эта компания, тем больше вес этой информации, тем больше можно заработать. Вы это видите. Вот. И следующий этап еще ниже компании. То есть это компании, о которых я рассказал только что, они котируются на бирже. А следующий этап компаний, это компании, которые не котируются на бирже. И, конечно же, есть компании, которые получают прибыль. Они всегда есть. Независимо от того, кризис, не кризис. Кто-то находит, есть люди, активные люди, они ищут ниши, в которых можно заработать. В которых есть большие возможности. Они находят эту нишу и говорят, слушай, блин, такая штука, у меня такая бизнес-схема. Надо, значит, берешь и зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь. Но этот бизнес вот можно быстренько расширить и заработать побольше денег. Но для того, чтобы для расширения этого бизнеса, быстрого расширения, требуются как раз деньги. То есть инвестиции. И бизнес, как правило, не готов делиться долей. Хотя рассматриваются и такие возможности. То есть можно купить долю в бизнесе. То, что называется акция, просто можно купить долю в бизнесе. Обычным договором купли-продажи. А можно, типа, облигаций дать просто этому бизнесу в долг. Деньги. Типа облигации. Что значит облигация? Облигация – это займы. В договоре займа пишем, значит, сумма займа такая, это аналог номинала. На этот займ, на эти деньги, компания обязуется платить вам, как инвестору, доходность ежемесячно в таком-то объеме. Не позже, чем такое-то число каждого месяца. Вот о чем речь идет. И вы, на фондовом рынке, вы покупаете акции конкретной компании. Здесь вы покупаете, вы даете займ конкретному бизнесу. И в чем заключается, да, как можно попасть на биржу? На биржу можно попасть через брокера. Роль брокера в данном случае выполняет вот это самое инвестиционное агентство «Ильич». Дело в том, что он общается с различными бизнесами. Он общается на сайте госзакупок. Он видит крупные контракты. И он видит, кто исполняет эти крупные контракты. Он ищет эти компании. Он находит эти компании. Он знакомится с руководством этих компаний. И говорит, слушайте, вот расскажите, что вам нужно. Они говорят, нам нужны деньги для расширения бизнеса. У нас вот такой бизнес. И прямо вообще он говорит, хорошо. А если я вам найду деньги, значит, найду инвестора, вы мне что-то заплатите? Да, мы согласны заплатить. Все. Понимаете? То есть, вот в чем дело. И именно «Ильич», он выполняет вот эти посреднические роли. Он дает нам на рассмотрение различные бизнесы, различные компании. Куда можно вложить? Он говорит, ребята, вот компания, вот параметры проекта. Значит, проект такой, 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 компания получает деньги оттуда, оттуда, оттуда. У компании есть вот такие вот активы, которые компания готова отдать в качестве обеспечения под ваш залог. Это все с руководителем компании вы лично обсуждаете. Ни в коем случае не надо давать деньги Ильичу. Ни в коем случае не надо давать деньги просто потому, что он вам пообещал. Конечно, надо познакомиться с бизнесом этой компании, надо познакомиться с ее бизнес-схемой, с ее бизнес-структурой. Прийти, посмотреть в глаза директору этой компании, это возможно. Можно прийти на производство, посмотреть производственные какие-то активы, которые есть. Есть у этой компании здание, есть у нее станки, есть ли у нее склад, если она занимается какой-то продажей оборудования. Что у нее есть за душой? И с компанией заключается договор. Компания говорит, вот, пожалуйста, значит, у вас есть право требовать меня, имущественное право, вот на эти активы, которые там есть. Вы их арестуете просто-напросто. Вы арестуете счета денежной компании. Ну, счета, понятно, что, если вы нарветесь на кого-то, то на счетах ничего не будет. Но активы-то просто вы смотрите, есть, так сказать, активы у компании или нет. Он подтверждает, что да, вот эти активы его, то есть никуда он не убежит. Понимаете? Потому что он исполняет государственный контракт, ему интересно это. И вот именно этим занимается инвестиционное агентство Ильич. И он просто говорит, что да, давайте я буду давать вам вот идеи инвестиционные, вы рассматриваете. Не подходит, значит, отметаете, следующую компанию смотрите и так далее. Каким образом он это делает? Ну, он доводит до вас, до потенциальных инвесторов, вот информацию о тех компаниях, которые он нашел. Грубо говоря, он делится инсайдерской информацией о том, какой бизнес, что делает компания, на чем она зарабатывает и какие она при этом имеет прибыли. Ну, для сравнения, смотрите, обычный проект вот такой вот по госзакупкам, он исполняется там, ну, скажем, 2-3 месяца. Вот, в течение 2-3 месяцев что делается? Ну, во-первых, значит, в обеспечение тендера компания должна 10%, если, так сказать, так, отдать 10% в обеспечение этого тендера, первое. Второе, компания на свои средства должна исполнить все, что есть в заказе клиента, вот. И только потом, через какое-то время, значит, госкомпания или там крупное вот такое вот акционерное общество расплачивается с этим предпринимателем. И только тогда он получает прибыль, поэтому здесь требуются достаточно большие и серьезные вложения для работы с госконтрактами. Поэтому требуются деньги для инвестиций. Но повторяю, что прежде чем инвестировать, обязательно необходимо все вопросы выяснить о надежности, о защите, о гарантиях. Никто не говорит, дайте деньги или ничего, значит, там забудьте, а он вам пообещает бешеные проценты. Ни в коем случае. Ну и смотрите, в среднем прибыль с одного, ну, грубо говоря, контракта, ну, она составляет где-то 20-30%. Ну, если за 2-3 месяца, то, пожалуйста, 10% в месяц. Вот оно, и все. А вы даете компании, ну, скажем, под 2% в месяц кредит. Здесь все нормально. 2% в месяц это 24% годовых, 3% в месяц 36% годовых. Ничего такого сверхъестественного нет. Нет, вот о чем идет речь. Как получить информацию об этих проектах? Ну, он готов поделиться ею, но, во-первых, вы можете... Прямо под этим видео мы с ним организовали такой небольшой, как бы, сайт. Значит, что это такое будет? Вы оставляете свой e-mail и номер телефона. Значит, там кнопочка есть «Подписаться». Он скидывает вам, во-первых, свою презентацию. Вы договариваетесь о встрече, если вы достаточно, ну, как бы, серьезно готовы к этому. Вот, и вы заключаете договор, так называемый NDA. Ну, это договор о неразглашении информации. То есть, Ильич дает исключительно вам вот эту информацию. Вы ни с кем ее не делитесь. Она предназначена исключительно для вас. И, с другой стороны, он берет на себя обязательство не разглажать информацию о вас и о ваших деньгах. Ну, это нормально. Вот, и что я хочу сказать. В ближайшее время, во вторник, вот он говорит, что начинает вести встречи, встречи-презентации по, как раз, на каждой встрече он сказал так. Он говорит, я буду на каждой встрече рассказывать про один какой-то бизнес. Эти встречи, естественно, в центре Москвы. Ну, Ильич, он на Красной площади живет, вы знаете, да? Вот. Но не в мавзолее. Вот. Он в самом центре Москвы есть помещение, он, ну, коворкинги. Он там будет проводить регулярно встречи. Он сказал, что еженедельно первая встреча будет во вторник в 19 часов. Если вы подпишетесь, то вы получите приглашение на эту встречу. И на другие подобные встречи он будет вас приглашать, где будет рассказывать про различные бизнесы, которые он нашел, на которых можно вот так вот как бы заработать. Понимаете? И когда я говорю, что где можно больше всего денег заработать, я говорю, бизнес, ребята, бизнес, делайте деньги на бизнесе. И здесь чем еще очень интересно? Там, когда я знакомлюсь с каким-то бизнесом, мне очень интересно схемы бизнеса, как люди зарабатывают. Вот. И с этой точки зрения это тоже интересно. Поэтому я, ну, в общем, рекомендую не отмахиваться от этого, а заинтересоваться. Ну, и вы видите, что это просто, естественно, продолжение моей темы, как сделать так, чтобы деньги были всегда. Об инвестициях, о пассивном доходе, о том, как сделать так, чтобы деньги наши зарабатывали, зарабатывали как можно больше денег, чтобы они работали. И они будут работать на экономику, на развитие нашей любимой страны. Вот такой патриотический конец у меня начали с президента Филиппин, закончили благом для всей страны. Поэтому, друзья мои, ссылочку вы увидите в конце, да, и прямо сейчас, я думаю, вы ее видите. Нажимайте, переходите, получайте презентацию от Ильича. Вы получите два письма сразу, вот прямо сейчас. На первом письме будет презентация от Ильича, а во втором письме приглашение на встречу с промокодом. На этом все. Спасибо за внимание. Лайк. С вами был Демитков Юрий.